Ушли. Ушли, да, и спрятались в семья репников. Программа «Семья». А ещё слово после программы какое? Программа «Семья». Ну ещё слово одно. Программа какая «Семья»? Программа «Семья»? Мама! Мама! Я беру... Смотри, обещаю, я доски держусь. Так, смотри, аккуратно. У-у-у! Человек-паук? Да. Смотри, как ещё умею. Давай. В общем, выходные. Мы с Робертом гуляем. Я с кофе. Он с мороженым. Да? Да. Идём вниз морем, погружаемся вновь в море и купаемся. Да? Можно, пожалуйста, без меня осуществить вот это вот море, Нет, можно с тобой. А можно и без меня? Может... Что это человек сидит. Да? Да. Выходит на человек. Что он рисует? Давай посмотрим. Так, мы с Робертом заехали за поздним ужином. Ждём, пока нам готовят. И поедем работать на студию, да? Да. Аляна, которая не умеет играть в бильярд, учит сына играть в бильярд. Бильярд? Нет, я же тебя учила. Не-не-не, потихоньку, аккуратно. Давай. Два-два. У нас только что прошло обучение в команде для активных ребят. Я этому очень рада. Команда растёт с каждым днём. Слухи о карантине усиливаются. А у нас, наоборот, рост и стабильный доход. Поэтому... Ой, мне не тучит. Дайте мне попьёры... Немногие пишут в директ, почему я молчу и ничего не выкладываю о том, что происходит на моей исторической родине. Я не молчу. Если я что-то не выкладываю сюда, это не значит, что я об этом не думаю или не переживаю. Просто это происходит вне соцсетей, потому что в прошлый раз, когда я высказала своё мнение, причём вполне адекватно, по-доброму, у меня начались просто какие-то угрозы в директ, людей, какие-то оскорбления ужасные. Я, конечно же, очень переживаю, потому что брат моего папы, мой дядя родной, брат папиной жены, их призвали, и они пошли в те места, где сейчас проходят активные военные действия. Плюс там, где живут мои родные, уже близко на границе, тоже проходят военные действия. И, конечно, об этом молчать нельзя. Я всегда против войны, против агрессии, против жестокости. Больше всего меня поражают люди, которые не пропагандируют мир, добро, любовь, перемирие, а те, которые, наоборот, разжигают своими высказываниями войну между нациями и другими народами. Неважно, кто человек, армянин, азербайджанец, турок или ещё кто-то, призывать к войне, особенно, когда человек публичный, у него есть определённая аудитория, а он дезинформирует свою аудиторию и другие народы, призывает воевать. Я считаю, что, тем более, настоящие мужчины так не делают. Если ты такой патриот, если ты пропагандируешь ненависть в войну, что почему тогда ты сидишь у себя в шикарном особняке, а не идёшь воевать, бери тогда автомат, иди защищай свою родину, свой народ, а то писать все гораздо. И меня, конечно, это очень... Меня больше обижают, когда людей дезинформируют. Я сейчас хочу вам просто вести такой некий экскурс в историю и рассказать, как можно отвечать людям, которые этого не знают, но утверждают, что это так. Например, когда люди говорят, что Карабах и Арцах – это, оказывается, земли Азербайджана. Этическая группа, которая в конечном итоге стала Азербайджаном, появилась в XII веке до н.э. А армянский народ появился в V веке до н.э. И только через какое-то время территория Арцаха, Карабаха стала заселяться мусульманами. И территория была нелегально обещана советскими лидерами без согласия. Когда вам говорят, что армяне являются агрессорами, это относительно событий, которые были в июне и в июле. Сейчас Армения по факту контролирует Арцах, и у нее нет абсолютно никаких интересов для того, чтобы продолжать эту войну. В то время как Азербайджан пытается поменять результаты Арцахской революции в 1992 году. При том, что Армения является намного меньше территориально, обладает меньшим ресурсом и военным положением, плюс очень мало союзников из других стран. Поэтому нет вообще никаких предпосылок для того, чтобы этот конфликт усиливать. Арцаха вам говорят, что Армения якобы оккупировала 20% Азербайджана. Смотрите, Арцах был создан на независимом справедливом референдуме, где явка избирателей составила 82%. Из них 98% избирателей решили стать независимым государством. В то время как народ принял решение, что их независимость это освобождение от Азербайджана, который оккупировал его последние 70 лет. Когда вам говорят, что и 30 лет назад армяне были агрессорами, это тоже неправда, потому что в Арцахской войне в 1992 году первыми крупными военными действиями были именно блокада и воздушный обстрел города Степанакерт. Когда вам говорят, что Степанакерт это не древнее название города, а он назывался Ханхенди или город Хана. Степанакерт вообще назван в честь большевика, но изначально он назывался Вараракн, что в переводе значит «стремительная весна». И так он назывался с античных времен до 1847 года и потом уже был переименован в Ханхенди. Когда вам говорят, что Карабах это тюркско-иранское слово, обозначающее черный сад. Смотрите, может быть Карабах это и тюркское слово, но исконное название региона именно Арцах. А Карабахом он уже стал в средневековье, после монгольской оккупации. А до этого еще город называли Ханхен в честь дворянского армянского рода, который как раз таки и правил Арцахом. Там говорят, что армяне не коренные жители Арцаха, а были туда переселены якобы русскими. Это тоже неправда, потому что армяне всегда жили в Арцахе и Арцах всегда входил в состав Великой Армении. И за пять лет до того, как Россия, Российская империя вошла в состав региона, была перепись населения в 1823 году. И было доказано, что более 90% населения именно армяне. Когда говорят, что якобы армян учат ненавидеть азербайджанцев. Это тоже неправда. Ни в рамках школьной программы, ни вообще в принципе в распространении какой-то информации этого нет. В то время как почему-то посылка разжигать войну. И я сейчас тоже говорю о том, что было бы просто прекрасно закончить эту войну, урегулировать мирно все эти вопросы и дружить народами. И не разжигать эту ненависть, не воевать, это не нужно никому. Потому что мы люди, и земля наша, это весь наш родной дом. Жизнь и так коротка, и тратить ее на войны, ненависть и все остальное, я не вижу смысла в этом. Надо немножко поднять исторические корни, что в пятом еще веке нашей эры, когда нас не было, России еще не было вообще, были отдельные княжества. Уже было древнее государство Урарту, и там жили только армяне. Что у вас за карта? А? Вот это карта, когда так было. Вот, все это Армения, пожалуйста. Грузия тоже, древнее государство. Азербайджан к нам перешел в 1829 году после убийства русского посла Грибоедова. Поэтому исторически, это, конечно, земли армянские. Но их мало всегда было. Из Средней Азии идут турки-османы. Миллионы их. И сметают все на своем пути. Почему армяне оказались в тяжелом положении? Христиане и другой язык. Азербайджанцы это иранское племя. Это им ближе Иран. Но турки их отуречили, проходякалица, походю. Азербайджанцы это иранское племя.